Это не оттуда лучше. Добрый день. Меня зовут Денис Купин, коммерческий директор компании ТЕЛМА Системы Позиционирования. Пару слов о компании. Компания ТЕЛМА Системы Позиционирования входит в группу компании ТЕЛМА. Группа компании ТЕЛМА – это крупнейший производитель электроники в автомобильной и сельскохозяйственной отрасли. Сегодня на выставке ЮКАГРА мы представляем нашу отечественную разработку экосистему точного земледелия. Как было и с западными компаниями, ушедшими с рынка, такими как ТРИМБО, Джон Дир, экосистема точного земледелия, ядром этой системы является, естественно, системой автопилотирования. Как раз на этой выставке мы представляем систему автопилотирования в гравлическом варианте. Здесь вы можете увидеть демо-стенд. Коротко расскажу о системе. Система состоит из дисплея, устанавливая в кабину самокодной машины. Система навигационного контроллера и ресивера, контроллера гидравлики, датчиков и гидравлического блока. Гидравлический блок зависит от исполнения машины, то есть зависит от вида машины. Вот это наша гордость, да? Контроллер навигационный комбинированный. Полностью наша разработка от дизайна платы до производства. Кстати, производство, вот, вы можете видеть на таких, скажем так, промо-роликах на стене. Отечественная разработка нашим инжинирингом. Здесь есть уникальные технологии в своем роде. Мы их назвали, нет, несколько, да, приведу пример. Это Elma Quadro. Это обработка, скажем так, спутниковых сигналов, что дает стабильную, надежную, высокую точность при работе в полях. Точность от 5 до 15 сантиметров по всей территории России со спутникового сигнала. Потому что сейчас с уходом, опять же, с западных компаний сложилось такое мнение, что работать можно только через базовые станции. Но нет, это не так. Мы можем работать как с базовыми станциями, так и с сервисами коррекции по всей территории России. Потому что, ну, не только России, СНГ, Казахстан, Белоруссии, Сбекистан. Дальше. Еще одна из наших технологий – это Elma Struna. По сути, это математический фильтр, который позволяет удержать машину на заданной траектории при потере источников коррекции. Либо со спутника, либо, опять же, с базовой станцией. Итак, пойдемте дальше по стенду. Это был гидравлический автопилот. Дальше, да, сегодня у нас это аншлаг. Посетителей вы видите много. Дальше. Да, это прекрасно, я тоже так думаю. Дальше переходим к электрическому исполнению. Все, в принципе, то же самое. Контроллер навигационный комбинированный. Дисплей. Забыл сказать на предыдущем стенде. Все программное обеспечение, естественно, наше. Вы видите интерфейс. Причем интерфейс, так как мы, ну, все нас знают, да, как бывшую команду Trimble. Интерфейс. Мы взяли самое лучшее из Trimble, исправили недочеты и добавили то, чего действительно не хватало отечественному аграрию. Программное обеспечение в навигационном модуле тоже полностью свое. Как я сказал, вот дизайн оплаты до производства, включая программное обеспечение. Отличие гидравлического автопилота от электрического. Там управление идет, по сути, сразу через гидравлическую систему машины. Здесь на рулевую колонку устанавливается электромотором, соответствующий платформой. Опять же таки, зависит от вида трактора. Далее, здесь вы видите базовую станцию. Базовая станция тоже своего производства. Причем для унификации этого производства, в том числе для увеличения себестоимости, вы видите, что сама базовая станция и ровер, так называемый, устанавливая на технику, абсолютно одинаковые по исполнению. Отличаются только программным обеспечением. Здесь вы видите также модемы радио, там различной мощностью 2 ватта, 35 ватт. Базовая станция может быть как мобильная, ну, здесь, скажем так, представлена на стенде для выставки, но она также может ставиться и стационарно на зерное хранилище, на различного рода высотные объекты, здания. Но, опять же, нужно ставить правильно полмуж, чтобы не было помех. Помех, предприятие, все специально разработано под это дело. Что важно, да, здесь тоже видно, у нас есть наклеечка такие интересные, а, розыгролизинга. Оборудование можно приобретать с помощью финансовых инструментов розыгролизинга. Прям льготные? Так как мы русские, отечественные, да, то есть сейчас в процессе, что получение всех документов, а вы слышали, наверное, новость, да, что со следующего года розыгролизинг именно по льготной схеме будет финансировать только отечественные компании, технику, оборудование, неважно. Но это крайне важно. Мы собираемся именно идти вот по льготной схеме. Пройдемте дальше по стенду. По стенду здесь вы видите, так-то, скажем так, наши лозунги небольшие, да, куда мы собираемся идти, потому что это только начало пути, мы собираемся идти в автономные машины, то есть в экосистему, и мы все для этого делаем. Есть много, скажем так, проектов сейчас, которые у нас в работе с технической точки зрения, и мы ведем эти разработки. Понятно, что, опять же, с уходом западных компаний восстановить ушедшие технологии, там, в компании Jun-P, в компании Trimble, ну, за один год так быстро не получится. На это требуется время, но, скажем так, мы тоже не пришли и не начали делать с нуля. У нас есть знания, есть инжиниринг, все для этого есть, занимаемся. Пойдемте дальше, пройдем. Здесь вы видите нашу программу агроменеджмента, если по-английски, да, формируем информейшн-систем, их МАЭС, как называют многие коллеги, называется VTLMA Agro. То есть в чем ее ключевая сода? То, что сейчас есть на рынке, есть там различного рода программы, да, я даже не буду называть, западные даже остались, есть отечественные компании. И все, они именно софтеровские компании, то есть они производят именно софт. У нас нужно рассматривать как некий программно-аппаратный комплекс. То есть мы что-то сделали в программном обеспечении. Ну, например, здесь вот представлены линии навигации, да, или маршрут движения, планировщик маршрута. Спланировали линии маршрута, передали на автопилотную машину. Дальше механизатор нажал кнопочку, на точке входа проехал весь маршрут с агрегатом, все, выехал, он работу сделал. Дальше все данные с машины перешли обратно в программное обеспечение. То есть программно-аппаратный комплекс, то есть синхронизация железа и программного обеспечения, чего не хватает многим компаниям, которые занимаются чисто программным обеспечением. Если мы сравним там с нашими китайскими партнерами, то у них тоже в основном именно идет железо, только автопилот. А свои программы, ну они по сути там просто переводят на русский язык, что не всегда правильно, потому что у наших аграрьев есть своя специфика, которая отличается. И при этом мы проходили еще в Тримбл. То есть нельзя... То есть можно сказать, заместили Тримбл. Мы вытеснили Тримбл. Что? Она может еще повторять. Можно сказать, мы вытеснили Тримбл. Да, по сути, да, вы совершенно правы, просто шумно немножко. Цель такая, вытеснить, заместить Тримбл. И сделать даже лучше его. Потому что основываясь на знаниях, понимания именно нашего рынка. Рынк России, рынка СМГ. Далее идем по стенду. Здесь представлен, в принципе, также электрический автопилот, но еще в дополнение идет контроллер-опрыскиватель. Здесь также схематически представлены, видите, самоходный опрыскиватель, модель Катуна. Он может работать с импортными, с импортной техникой. Абсолютно. Здесь смысл такой же. То есть ставится контроллер, и он работает с арматурой, так называемой секционами, клуб Панаме. То есть, что дает контроль секции, дает работу с нормой, то есть можно менять, и, соответственно, дифференцированно все это делать. Простая вещь известная, все ее понимают, что такое. Но, опять же, с уходом западной компании этого не стало. И вот мы стараемся это сместить. То есть уже, скажем так, идем в сегмент агрегатов, не только в самоходных машинах. Также в планах хочу сказать, что у нас, наверное, тоже не побоюсь этого слова, наверное, единственное в России есть доступ к сертифицированному изапусу. То есть многие знают, что это такое. И если самоходные импортные машины, производители самоходных импортных машин ушли с российского рынка, то все импортные производители агрегатов, наоборот, остались. Они предлагают как раз технику и запас. И наши отечественные трактора как раз несовместимы пока что. Мы готовы предложить этот рынок. И наоборот, то есть наши отечественные трактора продают машины в Казахстане. В Казахстане открытый рынок, и там запас нужен, крайне нужен. Мы этим занимаемся. Все новинки уже протестированы, да? Все новинки, конечно, уже протестированы. То есть здесь это демо-стенды, но они уже давно катаются в полях. Потому что, скажем так, если идти по правилам разработки, то это целая, скажем, была серия испытаний. То есть пока прототипы, испытания и так далее. Мы прошли этот весь цикл, и сейчас готовы уже предлагать. В декабре выйдет первая промышленная партия, доступная для наших дилеров, для наших ОИЕМ-партнеров. Дилерская сеть настроена уже? Дилерская сеть частично настроена, и скажем так, идет процесс становления ее. То есть нельзя сказать, что мы просто берем, копировать, ставить стримбла. Стримбла мы берем лучших в отрасли. Тот, кто готов сейчас вкладываться, идти в это направление. Не просто, как сейчас все бегают, открываются какие-то кучи фирм, однодневых, и торгуют всякими китайскими навигациями, с разными шильдиками. Мы ищем серьезных партнеров, которые готовы идти с нами по нашей дорожной карте. Большое вам спасибо. Нормально получилось.